ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Отличная мысль. Вот и сижу тут. Не помню сколько. Смотрю на свои владения со стороны. До двойника по радио слушаю. Хорошо выступает, кстати. Даже жалко такого артиста, как подсадную утку, использовать. Да, но ничего. Хе, у меня тут артистов хоть отбавляй. Видишь портрет? Скажешь, не похож? Не похож, да. Вот этого артиста тоже надо будет убавить. С двойника рисовал, кретин. Должен быть как две капли воды, а тут не пойму, что за рожа. И вообще, откуда тут портрет этот? Вот, не помню. Ну и черт с ним. Давай лучше о другом поговорим. О поездах, гостях. Ох, давно вас ждем. У нас и на западе есть уши. Ну, как у вас здесь. Были. Ты уж не обижайся. Ваших шпионов пришлось сжечь показательно. За оскорбление священного пламени. Хе. А нечего границы переходить. Ясно? Мне можно над этой чушьей смеяться. Я ее придумал. Не помню, правда, когда. Но это не важно. Важно, даже я при лохматых держу себя в руках. А кто позволяет себе публично, публично, оскорблять священное пламя? Враг. Ясно? Тоньше надо работать. Тоньше. Тогда, может, и сотрудничество наладим. Не зря же вас сюда прислали. А? Дошли до меня слухи? Не удивляйтесь, не удивляйтесь, а вас ходят слухи. Так вот. Освободить рабов — это прекрасная идея. Теперь, насладившись свободой в пустыне, без снаряжения, без защиты от мутантов, выжившие поймут, что им нужно на самом деле. А по-настоящему нужно человеку, в сущности, немногое. Немного пищи и воды, защиты от пустыни, окружающей нас реальности и, конечно же, цель. Исполнение воли священного пламени. Хе-хе-хе-хе-хе. Да. Хе-хе-хе. Должен отдать вам должное. Времени вы не теряете. Все же вы, молодой человек, не особо тонко действуете. Ведьме этой смыка кто сбежать помог? Хе-хе-хе-хе. О, не тушуйтесь, не тушуйтесь. Все это часть плана. Если бы не вы, ее спасли бы люди Саула. Все должно быть натурально. Гюль убьет проклятого барона. Угнетенный народ восстанет. К нему присоединятся новые лидеры сопротивления. Гюль займет место тирана. Ей присягнут многие из его старых приспешников. И тут она, несомненно, наломает дров. Рабов в придачу к свободе ждут голод и жажда. Гюль ведь не знает, каких усилий стоит обеспечивать. Всех моих подданных хотя бы самым необходимым. И вот когда они, подыхая от голода, начнут надрывать свои пересохшие глотки, умоляя священное пламя спасти их, воскресну я и спасу их. Этого хочет священное пламя, молодой человек. Этого хочет вселенная. Священное пламя. Когда же я это придумал? Отличная ведь мысль. Ну, неважно, неважно. Вы, молодой человек, как всегда меня радуете. Хочу поблагодарить за блокпост в порту. К сожалению, когда организация достигает определенных масштабов, в ней начинает копиться балласт. Некомпетентные, бездарные кретины, неспособные целой бандой справиться с одним человеком. В свете этого ваши действия, молодой человек, не только не нанесли моей организации вреда, но и, напротив, избавили ее от балласта, от человеческого мусора. Искренне благодарю. Ну что ж, на сегодня вынужден закончить иудеенцию. Дела, дела. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...